Какой бюджет выделит Ростех на развитие блокчейна в России? Какова будет дальнейшая судьба Александра Винника? И кем были участники Асио Телеграм, которая не дает покоя американским регуляторам? Рада приветствовать вас на канале Битсмедиа. В этом выпуске вы узнаете самые интересные новости за неделю из мира криптовалют. Итак, начнем с новости, которая напрямую касается нашей страны. Госкорпорация Ростех сократит бюджет на развитие блокчейна в стране с 85 миллиардов до 28,5 миллиардов рублей. Специалисты Ростеха пояснили, что сокращение связано с макроэкономической ситуацией, изменениями восприятия новейших технологий и стратегией российских компаний по уходу от рисков. Эксперты считают, что технология блокчейна нуждается в дальнейшей доработке, а ресурсами для ее внедрения в России располагают лишь крупные компании. Ростех уточнил, что средства из бюджета будут расходоваться на внедрение блокчейна в систему маркировки товаров, интеграцию в здравоохранение и отслеживание медикаментов, а также на учет коммунальных платежей в сфере ЖКХ. По мнению экспертов, использование отечественного блокчейна сэкономит государство до 500 миллиардов рублей и увеличит налоговые сборы на 600 миллиардов рублей. А теперь о новых заключениях Александра Винника. После незаконного вывоза из Греции, Франция предъявила Виннику обвинение в вымогательстве, отмывании денег и заговоре, причем дата суда еще не назначена. Напоминаем, что Винник был арестован в июле 2017 года по обвинению в отмывании денег, взломе компьютеров, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков совместно с биржей BTCE. В конце прошлой недели Винника вывезли из греческой больницы во Францию и допросили в Парижской прокуратуре. Греческий адвокат Винника Зои Константополу заявила, что его преследуют лишь за то, что он компьютерный гений с российским гражданством, а его технологические знания могут дать людям экономическую свободу. Адвокаты Винника сообщили, что он вряд ли скоро вернется в Россию. После суда во Франции он будет экстрадирован обратно в Грецию и затем в США, где его также будут судить. И только после этого он может быть отправлен в Россию, где его ждет еще одна порция обвинений. Разбирательство по Telegram продолжается. На этой неделе комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла имена некоторых крупных инвесторов и названия инвестиционных фондов, которые могли принимать участие в ICO Telegram. В их число может входить Микки Малко, бывший участник совета Bitcoin Foundation и партнер Rebit Capital. О нем Павел Дуров упоминал на даче показаний. Далее комиссия обнародовала переписку вице-президента Telegram Ильи Перекопского с Давидом Яном, основателем Абилингва, известный за создание электронных словарей. В переписке Ян спрашивал Перекопского о возможности прямого участия в ICO, на что получил согласие. Также в число инвесторов ТОН могут входить американские инвестиционные фонды Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings и Redpoint. Судя по документам, сумма инвестиций каждой компании составляет от 5 до 10 миллионов долларов. Благодарим вас за просмотр! Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этих новостей. До встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok